Добрый вечер, друзья мои! Я рад вас приветствовать в этом светлом зале, в этой уютной библиотеке. Мы с вами периодически здесь встречаемся, хотя кого-то я вижу и в первый раз, но значит и не в последний. Вы знаете, что церковь называют небом на земле. Настолько в церкви все необычно, настолько подлинно, настолько не похоже в нашу обыденную жизнь. И речь церковная, это другой священник церковной славянской, и ритм богослужения, и песнопение, и даже запах церковный, он совсем другой. Будто ты вступаешь на эту святую землю и оказываешься в какой-то волшебной области, в другом совершенном мире. Будто бы одной ногой стоишь здесь, в этом мире полным забот, хлопот и воздыханий, а в церкви все совсем иначе. И поэтому храм Божий и церковную службу мы воспринимаем по-особому. Это небо на земле, это особый мир. И поэтому нам никогда не приходит в голову, что эти песнопения кто-то сочинил, этот текст кто-то написал, эту мелодию кто-то когда-то услышал, схватил ее и запечатлен на бумаге, а потом разучил с хором, с хором. И что есть церковные композиторы, для многих это большое открытие. Как однажды для меня это стало открытием, когда я начал ходить в Неборусскую церковь, будучи школьником, и думал, что все, что здесь поется, все, что здесь читается, это как будто бы издревле откуда-то навеяно из глубоких древних веков, может быть, даже из другого мира, и здесь осталось и сохранилось. А потом я выяснил, что у произведений есть авторы, у этих молитв есть писатели, сочинители, поэты и древние, и современные. А у произведений, которые исполняет хор, завораживающих произведений, пленяющих. Мне с первого момента моего посещения храма уже захотелось петь на клиросе, потому что мне казалось, что ничего прекраснее в этой мире быть не может черпеть на клиросе. Это самое высшее счастье для человека – славить Бога своими устами. И я потом выяснил, что, оказывается, в этих произведениях есть автор. Их к сочинению вполне реальные люди, и кроме того, скажу больше, большинство произведений, которые сейчас творятся в церкви, были написаны церковными композиторами XIX-XX века. Архангельский, Ростальский, Чесноков, Лятов. Имена людей, которых мы знаем как светских композиторов. Римский, Борсков, Чайковский, Клинка. Они в том числе писали эти церкви, потому что они были по-настоящему подлинно, воистину церковные люди. И таким открытием для меня однажды был Алексей Иванович Туренков. И я слышал его произведения, которые пились в соборе Гитрая Павла в Негульской церкви. И потом вдруг выяснил, что он не просто живой, реальный человек, а он жил здесь, в городе Гомель, ходил по нашим улицам. Кроме этого является отцом-основателем нашей гомельской музыкальной школы в широком смысле этого слова. Он стоял углы истоков создания музыкальной школы Чайковского и музыкального колледжа имени Соколовского. Именно он и другие композиторы-энтузиасты. Он был замечательный музыкант, композитор, даже политик чуть-чуть, потому что он был депутатом Верховного Совета, как это ни странно, может показаться. И сегодня мы вспоминаем этого человека в связи со 130-летием, со дня его рождения. Представляете, 130 лет. Часто ли мы собирались по такому поводу? 130 лет назад родился Алексей Иванович Теренков. Белорусский, непобойчивого слова Гомельский, церковный композитор, автор первой белорусской оперы, основатель нашей гомельской музыкальной школы. Хороший сливецкий композитор, авторитетно-церковный композитор. Сегодня мы празднуем его день рождения, хотя на самом деле он родился 21 января. И начнем мы празднование его вечера памяти, его дня рождения, застольные песни, которые исполнят как раз для нас воспитанники колледжа имени Соколовского Владислав и Ростислав. Веселая песня. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Приятно слушать такие звонкие голоса, приятно слышать, когда люди поют искренне о своих счастливых детях, которые будут именерыться. Мы предложили специально со Самвросием для этой песни ребятам выйти с бокалами шампанского. И отец Самвроси ради этого специально ездил в магазин, выбирал бутылку шампанского, она где-то там хранится. Так и осталось. Но ребята сказали, категорически не пьем. Понимаете? Какой народ растет в городе Гомеле? Здоровые, сознательные ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы все-таки вернемся к нашему имениннику. Сотрудники библиотеки подготовили замечательную выставку из книг и партитур Алексея Ивановича Туренкова. Конечно же, светские партитуры. Он очень плодовитый был светский автор. У него много очень обработок народных песен, романсы есть. Я бы, как уже говорил, три оперы написал человек. И нам следует немножечко пройтись по его биографии. К сожалению, от этого замечательного человека в истории осталось не так уж и много. Когда мы подбирали фотографии, казалось, что их совсем-совсем малы. Мне пришлось несколько лет назад специально работать в музее-архиве Республики Беларусь, который находится в городе Минске, архив музея литературы Мостатского. Там находится храница фонда Алексея Ивановича Туренкова. 335 единиц хранения. Фотографий практически нет. В основном какие-то записи. Огромный фонд писем, который закрыт по настоянию вдовы до 2024 года. Мы не можем почитать пока эти письма. Хотя я у сотрудниц выведывал. Говорю, что ж там такое. Девчонки, Мартолий Жой говорит, ничего интересного. Они все там прочитали. К сожалению, мало очень фотографий. Но то, что удалось найти, я разыскал племянницу второй жены Алексея Ивановича, которая живет в Минске до сих пор. И она мне позволила несколько фотографий отснять. Вот фотография Алексея Ивановича в городе Гомеле. Снятая. Какой красавец. Я бы принял это за молодого Махатмуганди. Конечно, и он адвокат, преуспевающий восточной черты лица, мудри, бабочка. Но это наш гомельский музыкант и композитор. Жизнь выдалась ему тяжелая. Он родился в 1886 году. 21 января, как я уже упоминал. В семье дворника. И он был девятым ребенком в семье. Дедушка его был малоземельным крестьянином. Семья бедная. Но у меня есть основания считать, что это не совсем так. Потому что время было тяжелое. И то, что написано в биографии Алексея Ивановича, не все правда. Как мне дали понять его родственники. Может быть, и не сыном твореника он был вовсе. Потому что человек получил очень хорошее музыкальное образование. В разных анкетах, в разных биографиях есть какие-то детали, которые не стыкуются. Но, тем не менее, получил он образование сначала, как пишут его анкеты, в Сиротском приюте, где научился играть на скрипке и на духовых инструментах. Он играл отлично на разных инструментах с детства. И его направили, после этого, заметив его талант, способность к музыке, обучаться в хоровую школу при придворной певческой капелле. Это самое высшее уровня хоровое училище в Российской империи на тот момент, в Петербурге. И после окончания этого училища Алексей Иванович служил пять лет в армии. Вообще военный был человек, пять лет он служил в армии. Потом, после армии, поступил в консерваторию, поскольку не мог платить за обучение. Пришлось ему работать репетитором, преподавать сарфетжио, работать в оркестре. То есть, очень была бодная жизнь, судя по обмолвкам, которые есть в разных источниках. В том числе и в записках Николая Владимировича Бутома, его ученика Бомбельского, о котором мы с вами еще будем говорить. Надеюсь, проведем отдельный концерт в его памяти, хотя мы уже проводим здесь концерты. Да, Алексей Иванович с начала Первой мировой войны попал опять на фронт. Вот с 14 по 18 год он служил на фронте. В частности, был факт, который он тщательно скрывал, и который родственники под большим секретом мне сообщили, взяв с меня обещание, что я никому не расскажу. Мне нельзя доверять секреты такие, потому что я об этом рассказал в своей статье. Ну и расскажу уже вам тот факт, который Алексей Иванович боялся открывать своим близким даже, тем более на работе. Он был регентом, то есть руководителем мужского хора в Ставке императора Николая II в Могилюре. Публиковаться как церковный композитор он начался с 1912 года. И, кстати, обучался он в консернатуре именно как церковный композитор. Это была его специализация, исключительно. К светской музыке он перешел только с 19-го года. И вот с 1912 по 1918 год с завидной регулярностью выходят сборники с его произведениями, также сборники с его гармонизациями. И первые произведения были написаны для мужского хора, то есть он писал для своего личного мужского хора. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену мужской коллектив хоровой, хорошо вам всем известный, руководителем Алексея Белоножко. Я знаю, что в этом зале есть почитатели этого коллектива. Ребята, вскарапкивайтесь смелее. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok композитору Туренкова, одни из первых произведений, которые были изданы им, это Херувимская для мужского хора в ля-миноре и Милость мира в до-мажоре. Сейчас мы услышим Херувимскую, а потом Милость мира. Эти два произведения мы пели довольно часто в Никольской церкви, и здесь наши певчи присутствуют. Так вот, отец Антоний, наш покойный регент, он Милость мира пел только в праздничные дни. Я не буду пояснять, что это за произведение, появится за каждой божественной литургией, мы просто слушаем с вами и молимся. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Разве не здорово петь в хоре? Это просто чудо какое-то, когда есть возможность петь на клиросе. Итак, Алексей Евланкович Торенков, мы с вами оставили его в ставке императора Николая II как регента Могилевского военного хора, мужского хора. Но с определенного момента Алексей Евланкович начал писать произведения для смешанного хора. Смешанным хор называют хор, в котором поют не только мужчины, но и женщины. Там есть хоровые партии. И вот одни из первых произведений, которые он писал для смешанного хора, были стихи на литии, так называемые, их поют вечером, которые были изданы даже отдельной книжкой. И в 1918 году, после окончания войны, Алексей Евланкович оказывается здесь, в Гомеле. И до 1934 года в Гомеле проживает, ведет очень активную деятельность, издает целую массу книг с певческих сборников. Он обрабатывает народные мелодии, танцы белорусские, много очень пишет агитационных писем. Да, друзья мои? Но почему он остался в Гомеле? Меня всегда тревожила эта мысль, что случилось. Я разыскал в записях Николая Владимировича Бутума, его ученика, упоминание о том, что Алексей Евланкович женился на дочери регента Самура Петра и Павла, Ивана Фольковского. И здесь венчался с ней в Самуре Петра и Павла. То есть, как обычно, гомельские женщины, очень красивые, заманивают талантливых мужчин в этот прекрасный город. Сестры мои, продолжайте, не останавливайтесь. Но Алексей Евланкович тщательно скрывал свое духовное прошлое, хотя писать произведения не переставал. В светских сборниках, которые посвящены творчеству Туренкова, упоминается только 45 произведений церковных, хотя Бутума говорит, что он до революции написал более 100 произведений. У него была отдельная партитура, которую пользовались гомельские, регента и не только. И после революции он написал более 100 церковных произведений, то есть в сумме более 200. Но, что стало с этими произведениями? Николай Владимирович Бутума пишет, что весь нотный архив Туренкова погиб во время войны. Туренков переехал из Гомеля, где был очень авторитетным музыкантом. Не просто авторитетным, даже чиновником образования. Его даже посылали в командировку в Чаусский район, где он возглавлял. То ли отдел образования, то ли что-то вроде этого. И вдруг в 1934 году он оказывается в Минске простым альтистом в симфоническом оркестре. Безвестный, ничем не отличающийся. То есть почему-то он сбежал из Гомеля. Дело в том, что в 1933 году, это моя версия, у нас в Гомеле началась активная борьба с церковью. Хотя для меня это продолжалось, но первые расстрелы прошли в 1933 году, когда были расстрелены отец Павел Гимков и дьяконт Ростислав. Много было выслано в ссылки. И я думаю, что именно этот момент, связанный с его церковной биографией, который он боялся, и вынудил его уехать в Минск. Переехать в Минск, где сделал он до войны головокружительную карьеру. Из простого артиста оркестра он стал депутатом Верховного Совета. Орденоносца, у него был Орден Трудового Красного Знамени, и он активно публиковался, как светский композитор. Мне пришлось в библиотеке в Минске брать подшивки белорусских газет за 1930-е годы, и я находил там неоднократно его песни, которые публиковались даже в газетах. То есть он не просто сборники сдавал, а, например, мне попался гимн Сталинской Конституции, вот представьте себе. Он писал по всякому поводу, очень плодовитый был человек, необыкновенный. Также в Минске у него обнаружилась вторая жена. Мне не удалось выяснить судьбу первой жены, то ли он отдавил, то ли он развелся, ничего неизвестно совершенно. Но он продолжал поддерживать связь со своими комельскими учениками, и Николай Владимирович даже ездил к нему в Минск. И произошла такая встреча, о которой Бутомов вспоминал неоднократно, как о чуде Божьем, потому что он не знал адрес своего учителя. Приехал в Минск просто так, приехал и стал ходить по Минским дворам в надежде увидеть Алексея Туренкова. Но не безумная идея, скажите. И вот он бродил по Минским дворикам, и однажды зашел в такой очередной колодец, и вдруг кто-то с окошка верхнего этажа закричал «Коля!» Он оглянулся, а это Алексей Евландович Туренков. Вот так они увиделись, поддерживали дружбу. Но дело в том, что такой плодовитый автор почему-то после войны практически ничего не написал и не издал. Ни в одной энциклопедии вы не найдете упоминания о том, что случилось с ним, почему он ничего не писал. Удалось по крупицам выяснить какие-то обстоятельства жизни его после войны. Дело в том, что в 1944 году Алексея Евландовича посадили в тюрьму. Целый год он шло в следствие. В 1945 году его осудили на 10 лет по статье «Пособничество фашистам». Я пытался выяснить, что случилось, что за статья такая, справедливо-несправедливо. Дело в том, что в 1959 году он был реабилитирован, и имя его было полностью очищено. Но друзья композитора и родственники рассказывали мне несколько версий про решетчего. Дело в том, что поскольку он был заметной фигурой, остался в Минске под немцами, партизаны послали к нему связного с тем, чтобы вывезти его в лес и потом переправить вглубь страны. Алексей Евландович шел по улице. Это рассказывал его друг, композитор Анатолий Багатырюш. Шел по улице к нему, подбегает паренек, подросток, неопытный, партизанами посланный связной, который стал ему тут же на улице доказывать, что он должен все бросить, бежать с ним в лес. Алексей Евландович растерялся, стал отталкивать этого подростка. Это привлекло внимание эсэсовцев, и подростка этого взяли. И он погиб за стенкой гестапо. Вот такая жуткая история. Хотя несколько есть версий этого приключения. Но тем не менее, Алексей Евландович считал, что на его совесть и гибель этого мальчика. Но Анатолий Багатырюш называл Анатолий Евландович всегда бедный старец. Он говорил, что в 50 лет он выглядел как глубокий старик далеко за 70. Он постоянно боялся. Он боялся, что выяснится его прошлое. Он боялся, что его могут закрыть. Знаете, тревожные времена, коль в то время. И его все-таки отправили в лагеря. И в 58-м году он вернулся оттуда совершенно разбитым стариком. Он со своей второй женой вел активную переписку из лагеря. Она сохранилась. И вот именно ее закрыли под ключ до 24-го года. А я забыл про фотографии. Хорошо, что напомню. Давайте вернемся в предыдущие. На обороте фотографии, которую вы видели, вот такая интересная подпись. Дорогому другу Александру Курину подпись Туренкова. Вот его автограф. 23-й год, город Гомель. 22-й июля. Фотографии у нас нет. Мне родственники дали быстро сделать ксерокопию и тут же вернуть. К сожалению, поэтому качество весьма страдает. Вторая фотография. Тоже Гомельский период. Алексей Евлампевич со своим другом. Имя которого мы пока не выяснили, кто этот человек. Ну вот, смотрите, красавец. Казак. Скрипач. Пойдем дальше. А здесь Алексей Евлампевич со своей супругой. И второй уже в Минске. Я предполагаю, что это до войны. Была сделана фотография. Да. В 40-м году он написал первую белорусскую оперу. Кветка «Штастье». Зовется так. И именно за эту оперу он получил свои награды. Сейчас никто не знает эту оперу почему-то. Никто не поет оттуда арии. Не знаю, что случилось почему-то. Мы очень невнимательны к своим собственным творцам-композиторам. Пролистаем дальше. Фотография, которая наиболее часто фигурирует в сборниках, энциклопедиях, где есть статья об Алексею Евлампевиче. Здесь он мне не нравится. Там с кудрями и бабочками он был куда интереснее. А вот это последняя фотография Алексея Ивановича. Здесь он уже по возвращении из ссылки тюрьмы. Посмотрите, какие глаза у этого человека. Последняя фотография. Тоже мне ее предоставили родственники. Вернее, племянницы его второй. Жены детей у него не было. Хотя даже в Гомеле есть Туренковы. Но связь мне не удалось выяснить родственную между этими семьями. И следующее фото. Это могила Алексея Ивановича на Минском военном кладбище. Я пока не добрался до этой могилы, но мы получили эту фотографию от родственников. Видите, памятник стоит на колонне. Бюст композитора. Внизу подминился заслуженные деятели искусства Белорусской ССР. И кусочек партитуры выбит. Очень красиво. И давайте посмотрим автограф Туренкова. Я отснял его из архивных хранилищ. К сожалению, очень мало осталось в рукописи. Вы знаете, сгорел весь архив рукописный. Поэтому отснял я одну из гармонизаций песни «Ахты степь широкая». Вот такой был у него почерк. Николай Бутома некоторые произведения его, которые сгорели во время войны, сохранил. Есть у нас в рукописи. Сейчас мы с вами послушаем в исполнении праздничного хора Никольского монастыря некоторые произведения для смешанного хора, которые стали наиболее популярны. Вообще, в том числе и в Комельской церкви, в нашей православной. Я их слышал неоднократно в исполнении хора нашего покойного регента Михаил Викентьевич Воробьян. Был такой легендарный основательный регент, который здесь с 49-го года регентовал, оставил большую рукописную библиотеку, нотную. И вот он очень охотно исполнял Туренкова. И сейчас вы, церковные люди, особенно кое-что узнаете и услышите. Итак, хор под управлением Едины Бочкаревой. Чего вы там стоите, я хочу вас спросить. Красивые мои. В красивых черных платьях. Я вам сейчас поднесу. Да, вам нужно. Услуживаете, да? Даже манаха. Какие красивые. Прямо вообще. А я вот хожу, видите? Надо мне в бархать. Да, вы уже хотите. Итак, первое произведение, которое мы услышим от Единородной Сыни, оно исполняется очень часто. В соборе Петра Павлович часто поет в нашей Никольской церкви. Краткая, но необыкновенно торжественная. Знаете, вот дух поднимает. Поется всегда за божественной литургией. И вы сейчас его тут же узнаете. Кто знает, можно же подпевать. Он не может себе. Как он дает. Он не может себе. Боже, он не видит. Песня. Песня. Произведение белорусских композиторов перелагал на белорусскую мову, и мы сейчас послушаем этот вариант. Хотя Алексей Евлампевич писал на церковно-славянском языке. Хвалите имя Господне, это псалом, который поется всегда на всеночном бдении, вечером. Но этот момент тоже очень ждут, потому что называется полиевиоз, зажигаются все свечи, выходят красивые батюшки, отец Амброси выходит, в Митре, я тоже в Митре. Все в золоте, в бриллиантах тоже. Ну, что ж, мы не будем скромничать. И вот вы все, закройте глаза, представьте, как мы такие красивые выходим, и в это время хор поет хвалить имя Господне. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Детское, что такое непринужденное и воистину пасхальное, потому что, как говорил один из наших классических персонажей, чтобы душа развернулась, знаете, а потом уже и не сворачивалась до Троицы. Вот это вот и есть пасхальное настроение. Торжествуйте днесь! Торжествуйте днесь! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Только в рукописях никогда не публиковалось, но в Гомельской Никольской церкви его пели с завидным постоянством. И это одно из первых произведений, которые я услышал, восхитился. Написано оно было для баритона, соло-баритона, но тогда у Михаила Викентьевича, когда первый раз услышал это произведение, его исполнял Альт Лариса Голубинцева и Тамара Сафегина и так далее по списку. Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.